Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на фестивале науки «Кстати». Этот фестиваль объединяет десятки городов России, потому что проводятся он в те города, где существуют информационные центры по атомной энергии. Это замечательное учреждение, которое занимается уже много лет популяризацией науки, и раз вы здесь, занимается этим эффективно. И сегодня я искренне завидую воронежцам, потому что не во все города приезжает гость, который приехал к вам. Это один из самых известных специалистов по информационной биологии, можно так сказать, или биоинформатике. Доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Российской Академии наук, член общественного совета, совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации, основатель сообщества, один из основателей сообщества, Диссернет, Михаил Сергеевич Дельфант. Человек, индекс Хирша, которого превышает 40, я пояснил, индекс Хирша это такой показатель цитированности, это показатель авторитетности ученого. Могу его заверить, процентов 80 российских академиков наук не имеют Хирша и до 30, а вот у него выше 40. Так ладно, мы не Хирша вымериться не будем. Будем, да. Нет, чтобы понять, что вы действительно... Большой зверь Хирша. Да. Ну, как вы поняли, человек еще с прекрасным чувством мира. Иван Сергеевич, прошу вас, им расскажет про молекулярную инвалюцию. Спасибо. Значит, вы сказали, что это мероприятие называется мастер-класс, и я себя в этой связи чувствую крайне неудобно, потому что я как-то в этом термине вижу очень большую претензию, да? На самом деле я, особенно в последние годы, действительно, со школьниками дело имел, но я ни в коем случае не претендую... Я, конечно, хороший школьник отобранный, да, там летняя школа молекулярно-теоретической биологии, там три недели таких чательно отобранных школьников. Это все-таки не то, с чем сталкивается человек в школе в среднем. И я ни в коем случае не претендую на то, чтобы пытаться вам объяснять, как учить. Не про это. А что я попробую сделать, это рассказать какие-то такие относительно новые, по-моему, довольно красивые и довольно понятные идеи, которые могут мне просто окажутся полезными, да, ну, в какой-то повседневной жизни. Значит, дальше я ввел на мне выходить за эти квадратики, что правильно, но с другой стороны я закрываю заметную часть экрана. Ну, ладно, как-нибудь справимся. Ну, вот. Значит, это чудесный отец. А можно немножко свет убрать здесь, или тогда для отцепки будет плохо? Вот так, наверное, уже достаточно. Вот. Значит, это чудесный график, стянутый где-то в интернете, но здесь есть ссылка. Значит, он показывает вот что. По этой оси головой эмоциональный продукт на душу населения, а по этой оси процент этого населения, которое верит в эволюцию. Россию здесь нету. Ну, я думаю, что потому что хороших опросов не было, на самом деле, все-таки такая экономическая статистика. Вот эта чудесная страна США, которая вот, вот это такой яркий отт-лайер, да, когда в нормальной, вот, в исследованиях вот что-то такое возникает, то сразу возникает ощущение, что что-то неправильно. А все остальные страны, да, они еще разноцветные по континентам. Значит, все остальные страны так довольно аккуратно укладываются, вот, такую хорошую регрессивную. Ну, нет, вот она написана. Вот тут тоже написано, что США изъяли эту подчетку, что-то такое очевидное от лая. На самом деле довольно поучительная картинка. Я не думаю, что ей надо предварить причинно-следственную связь, что, так сказать, если все наши сограждане поверят в эволюцию, то мы будем жить богато и счастливо, скорее всего. Там вещь, так сказать, ну, там имеется какая-то общая корреляция с там, с уровнем образованности и типа качеством экономики. Тем не менее, картинка поучительная. И второе, почему я ее показываю, тут на самом деле есть некоторое лукавство в этой картинке. Тут написано «Вера в эволюцию». И это такой стандартный вопрос, потому что, когда общаешься с какими-нибудь креционистами, он говорит, ну, очень хорошо, мы верим в эволюцию, а мы верим в бога, так сказать. Каждый верит в свое, так сказать, одна вера, другая вера там. И вот в этом вопросе «Верить ли в Дарвину теорию эволюцию»… Я не знаю, как в этом вопросе формулировалось, но это такой довольно стандартный, действительно, вопрос, с которого там начинается любая такая полирика. Ну, во-первых, интересный вопрос, что такое вера. Потому что вот в этой фразе, на самом деле, слово «верите» – это… Слово «вера в русском веке имеет там разные смыслы, на самом деле, если по этому внимательно подумать. То есть вера религиозная, которая, так сказать, вне логичная, да, вы, так сказать, верите, так сказать, рационально, там, душой, и какие логические доводы вас не убеждают ни в ту, ни в другую сторону. Но нет логических доводов, которые объясняют, что Зевс лучше, чем у Егова. Или наоборот. Ну, только что Зевс детей своих ел, а Егова, Гноби и все остальное население. Когда ученые говорят, что я верю, там, в этой статье, или я верю этому автору, или я верю в эту теорию, это означает, что… Это такое короткое обозначение для, там, целого длинного интеллектуального процесса, да. «Верю в теорию» означает, что я, во-первых, понимаю эту теорию, да, я там внимательно понял, в чем она состоит, я там сравнил ее с другими теориями, я посмотрел, какие у меня есть экспериментальные подтверждения, какие есть экспериментальные наблюдения, которые она не объясняет. Я там попробовал придумать сам, какой бы я поставил эксперимент, чтобы что-то проверять. Да, я могу его ставить, могу ли не ставить, но хотя бы я думал, как это можно проверить, да. Совершенно другой способ думать. Но все это упаковывается в то же самое слово «Верю». Дальше теория «Верю». Очень любят говорить, что, ну вот, ребята, у вас же теория, вот когда у вас будет наука, тогда приходите. А, значит, пока у вас теория, ну, теория, такая теория, всякая теория, значит, опять. Это игра на самом деле на русском языке. В русском языке есть теория, как нечто предположенное, но недоказанное, а есть теория в смысле, там, совокупность научных утверждений, там, теория относительности. Да, никто не пытается говорить, что раз теория относительности теория, то значит, она еще не общепринятая, поэтому, значит, там, не надо эти эффекты, там, принимать внимание при расчете космических полетов или чего-то подобного. Ну, и, наконец, Дарвин. А, значит, Дарвин очень замечательный, да? Очень поздно, там, недавно совсем, вот, прочитаю происхождение видов целиком. Совершенно фантастическая книжка, потому, как много можно было сообразить, и на самом деле очень мало сперментальных фактов. И, действительно, очень интересно читать, вот, там, в общем, любая вещь написана, которую, в общем, только сейчас люди начали как-то немножко по-любому формулировать, и аккуратно осознают. А, с другой стороны, там, все-таки мы сейчас знаем немножко больше. И современная эволюционная биология, она довольно сильно ушла от вот тех идей, которые были в происхождении видов. Она их не опровергла. Ну, там, наверное, были какие-то мелкие или крупные, так сказать, ошибки, там, что-то наценивало неправильно, но основные идеи там абсолютно правильные и замечательные. И основная там идея не про эволюцию, скажем, не про то, что виды могут превращаться друг в друга, про это люди, в общем, писали и для него, а в том, что является механизмом эволюции, вот, идея естественного отбора. Но мы сейчас это умеем, и про это понимаем гораздо больше, но мы формулируем гораздо лучше. И пытаться вот сводить обсуждение проблем эволюции только вот к идее, там, прав Дарвина или не прав Дарвина. Если мы Дарвина находим какой-то один маленький косяк, то говорим, что все, ребята, ну вот, все, уже опровергли, да, где ваш Дарвин. Вот, это тоже такая полемическая ловкость, с которой надо уметь бороться. Вот. Так, сейчас я пытаюсь переключить. А, ну, дальше очень много чего случилось после Дарвина. И основное, конечно, это генетика. Дарвин с Менделем были современниками, и вот вопрос о длинных хершах. А, значит, Мендель поддекорал свои работы в ученых записках общества и испытателей города Дрвина, если я правильно помню, вот что-то такое вот все. И, в общем, они там так и были похорованы. Что очень обидно, потому что, если бы Дарвин про них знал, там просто видно, вот, опять-таки, смотреть происхождение выборов, там видно, где им не хватает доходов, и вот туда очень аккуратно ледуют вот эти вот три закона Менделя. Вот просто для них там оставлено место, и поставлена заглушка, потому что я не знаю, как это объяснить, но должно работать примерно так. И, соответственно, Менделя переоткрыли, еще истинно позднее, уже на рубеже 19-20 веков, и такие основные генетические вещи. После этого довольно быстро произошел, значит, синтез, вот, вельцовой теории и генетики, стало намного веснее именно вот механизм естественного отбора и субстрат естественного отбора, то, на что он действует. Да, это, так сказать, перестало быть. Вот в этот момент, на самом деле, теория эволюции перестала быть теорией, а стала наукой. Когда появилось представление не только о том, что должно происходить, но и о том, как оно может происходить. И можно было ставить уже опыт, или там делать наблюдения. Вот, и потом уступил 20 век, собственно, произошло переоткрытие генетики, и дальше это все покатилось, потому что поняли, что ДНК является, значит, гены Герменделя же тоже гены были абстрактными сущностями, вот, никакого материального носителя гена не было. А потом поняли, что носителем генетической информации является ДНК, ну вот, произошла синтетическая теория эволюции, там, определили структуру ДНК, расшифровали генетический код, появилась молекулярная биология, как наука про информационные процессы в клетке, да, вот, как информация в клетке хранится и передает. Появилась чудесная молекулярная феногенетика, я про это немножко расскажу, если будет время, да, то есть мы можем теперь устанавливать родство между разными жирными организмами, не по какому-то внешнему сходству, не по сходству физиологического устройства, а просто по последовательности генов. Оказывается, гораздо надежнее. И, ну вот, началось массовое определение последовательности ДНК и полных геномов. И вот, на самом деле, то, за чем надо следить прямо сейчас, это то, что называется evolution development, эволюция развития, когда люди начинают сравнивать программы развития у разных классов животных и понимать, откуда возникают видимые морфологические различия, как они записаны в геноме, и как за счет регуляции на ранних стадиях эмбриогенеза, почему там мишка не похож на человека и наоборот, потому что гены, в общем, более-менее одни и те же. И вот это, на самом деле, эволюция, вот увязывание эволюционных рассмотрений с экспериментальной биологией развития, вот это почти что самое интересное, что сейчас происходит. Что вы видели в геноме, на всякий случай? Два человека отличаются один раз на тысячу нуклеотидов, то есть мы друг от друга отличаемся, у нас всего три миллиарда нуклеотидов в геноме, соответственно, мы отличаемся, каждый из нас друг от друга, на сколько, на три миллиона, в трех миллионах позиций. Ну, это немножко грубо, но, в общем, нормально. А отличие от шимпанзе – один на сто, и это столько же, сколько отличие двух экземпляров мухи, дрозофилы и белонога, с точки зрения дрозофилы, мы и шимпанзе – это одно и то же. 50% наших белков у человека и шимпанзе – наши ближайшие родственники, но 50% белков у человека и шимпанзе идентичны, с полностью идентичны. С мышкой у нас 80% общих генов, но они могут немножко отличаться, и с кишечной палочкой у нас 30% общих генов. Что, кстати, напрямую доказывает, ну, общие гены означают, что это родственные белки, которые общего, вот, у нас общая плечка с кишечной палочкой, соответственно, был этот белок, и потом есть вариант кишечной палочки, и есть наш независимо размившийся. Это, между прочим, этот факт, там, в частности, показывает единство всего живого, включая, вот, вот, бактерии для человека. Значит, немножко про доказательство эволюции, да, вот, скажем, вот, какие дооды говорят нам, что эволюция происходит, а не все создано высшим генным инженером по заранее разработанному плану. Первый доод кривы. Первый доодостное то, что, вот, посмотрите, как все хорошо приспособлены, да, там, вот, акула хорошо приспособлена к тому, чтобы быстро плавать, там, пчелы делают чудесные гексага шестиугольные соты, чтобы максимально эффективно использовать ввеск. Это показательство плохое, потому что приспособленность как раз может возникать независимо. Да, это вот акула, эхтиозавр и косатка, кит, да, ликопитающая, рыба и рептилия. Абсолютно, вот, очень похожая форма тела, морфологически, так сказать, очень похожая. Долго обсуждалось, кит это рыба или не рыба, но возникло совершенно независимо, да, киты, ну, так сказать, там, забегая вперед, киты, ближайшие родственники бегемотов, и понятно, как они с бегемотов происходили, я потом картинки покажу. Точно так же, инфекциональные соты, на самом деле, придумали разные насекомые, да, у пчел и ос, они, по-видимому, возникли независимо, потому что много одиночных, которых никаких сот нету. Да, вот, общественность у нас, переполнитель крови получалась несколько раз независима, соответственно, все это они тоже придумывали независимо. Плохой довод, да, приспособность может возникать конвергентно. Там, если два вида, очень разных, приспосабливаются к одним и тем же условиям, то они будут влешно изменяться в одну и ту же сторону. Потому что условия для них одинаковые, да, плавание в воде. А вот чудесный, хороший довод, это, наоборот, неоптимальность. Когда живое существо плохо, ну, так сказать, не имеет дефекты. Ну, например, вот эта слепая рыба. Это не волекулярная валюта, это морфологическая, да, пещерная рыба, слепая, какие-то вот еще остатки глаз здесь имеются. А вот эта чудесная, это уже волекулярная штука. И, значит, это ген вот этого фермента, я не буду его произносить, это неважно. Значит, у человека он попорченный. Да, снизу, кодирующая часть этого гена, сейчас, пока не соврать, по-моему, сверху кодирующая часть этого гена у коровы, а снизу у человека. И тут вот есть, скажем, адмоклеотидные гилетции, которые вбивают рамку считывания, то есть у человека этот ген нефункциональный. Из-за этого мы не можем синтезировать витамин С, аскорбиновой кислотой, из-за этого была цинга, которая явно не является хорошим признаком, значит, заболевания цингой. Но в геноме он при этом сохраняется, то есть он бил, и он успертился. И следы его мы видим в геноме, они никуда не делись. И таких очень много. Значит, дальше чудесно, вот и оптимальный дизайн. Да, вот этот несчастный акадала, значит, которого совершенно верховный ген-инженер из Кореи уже ужасным образом. Да, здесь рыбы чудесно приспособлены к жизни вот около дна, на скаты. Вот, плюющий скат вдоль дна, совершенно потрясающе красотное зрение, еще, так сказать, оптимально абсолютно. Вот эта хрень не оптимальна, ой, извините, буквально. Значит, вот эта хрень не оптимальна ни для чего. А про комбалу вообще был, на самом деле, довольно большой хайп, потому что, говорим, вот, вот, комбала, она, конечно, очень некрасивая, но это мы, так сказать, не можем судить, потому что как же нам знать, что красиво, что некрасиво с высшей точки зрения. Но, верно, она эволюционно не может получиться, потому что, значит, как бы, вот когда-то была нормальная двусторонняя рыба, симметричная. Когда-то была нормальная, что один глаз смотрел в землю, как вот устроена промежуточная стадия, да, и, конечно, это был, наверное, неси в виду вот именно про комбалу, что она не может появиться естественным путем из нормального симметричного предка, потому что в промежуточной стадии будут очень плохие. И где вот ваш отбор, который ухудшает? Значит, это замечательно убилось палеонтологией, потому что нашли просто чудесных костей. Значит, вот это эволюционное дерево, вот это, как и нормально, значит, родственник, нормально симметричный, а вот глаз пополз наверх, и вот он прополз уже до середины, а вот это уже современная комбала. И у этих просто нашли кости, вот они. Значит, отдельно интересный вопрос вот с этим парнем, да, вот он действительно, вот этот глаз у него глядел, куда? Потому что, если он плавил нормально в той же воды, то непонятно, зачем от него глазу лезть вверх. Если он лежал на дне, то этот глаз, значит, разглядывал и что? Гипотеза состоит в том, что он так немножко приподнимался, и ему было удобно вдоль поверхности песка сканировать ровно на этом уровне, да, что вот когда вы, у вас ровная горизонтальная поверхность, вот когда вы в столе что-то ищете, то есть такой хороший прием смотреть не сверху, а вдоль стола, какую-нибудь там монетку или что-нибудь такое. Вот, вот гипотеза, что это было приспособление, приспособительное, вот ровно, потому что он вот так сканировал вдоль поверхности, да, это гипотеза. Но то, что он существовал, это медицинский факт, да, мы просто кости имеем. И то, что это там не существовал, с глазом просто на затылке. Вот, значит, тоже медицинский факт, кости предъявлены. Такой же неоптимальный дизайн геномии. Да, я, кстати, сейчас, то, чем я занимаюсь, я провожу параллели между макроэволюцией, да, то, когда мы можем посмотреть на такие видимые признаки, классические, морфологические, и молекулярные. Значит, это чудесная история, вот про что, это история про генофилию. А, значит, одна из изновидностей генофилии, кстати, по-моему, вот эта, которая губила демистью Романовых, да, тут Савельевич Алексей, и, по-моему, это ровная вот мутация была в этом гене. Значит, там проблемы очень, там происходит, значит, там вот этот ген, и в нем есть повтор. Значит, вот эта последовательность практически идентична вот этой. Почему это плохо? Потому что по повторам в геноме определения клиентов часто происходят перестройки. Когда в геноме рядом находятся геодиентичные последовательности, то происходит то, что здесь нарисовано. Вот они эти повторы, они выравниваются, потом вот так вот переклеиваются. А когда это произошло, у вас ген уже не работает, он пленался. Соответственно, у вас мутация в факторе свертывания крови, генофилия, распутин и все, значит, последующие ужасы, кто человек в сердце не думал. Вот, точно то же самое, да? Зачем, вот если считать, что это сделано, то зачем в гену встраивать вот такую бомбу замедленного действия? Это очень частая мутация, она возникает. Болезнь очень плохая, эти люди плохо живут, там нет, быстро нереют, не оставляют по толсту, как обычно, то есть она все время вымывается. Но она в течение появляется заново за счет этой перестройки. А наоборот, структура похожая, функция разная. Значит, это понятно кто, это и ты, чем мышь, это ее крыло, ну, в смысле, это скелет ее крыла, это схема. Вот, значит, это кисть, это пальцы. Вот. Вот так. А, ну, вот мне дотой покажу, вот так. Вот. Ну, вот замечательно, крылья вообще можно из разных органов делать, но вот у литучей мыши крылья сделаны из кистелек. И, ну, совершенно разное, а происхождение очевидное общее. А вот это, сейчас я, вот он, вот это чудесная история. Значит, сверху, значит, снизу это фермент. Тут написано, какой, аргелионский субцинат лиаза. Ну, какой это из, там, всеобщем, метаболизм, более-менее стандартный. Сверху, это кристаллин. Дельта кристаллин глаза курицы. Значит, кристаллин это белок, из которого хрустерик состоит. Значит, видно, что они почти одинаковые. Да, посередине нет сравнения. Там, буквы написаны, если все совпадают, плюсик, если похожи они на кислоты. Ну, там, пробел, если не похожи. Практически, там, почти что таздественная последовательность. Плюс абсолютно разная. Да, и это, на самом деле, частая история именно с кристаллинами, что рекрутируются очень разные белки, у них даже остается ферментативная активность, остаточная, слабая. То есть нужно другое. Когда он работает как фермент, нужно, чтобы он катализировал реакцию. Когда это структурный белок кристаллика глаза, нужно, чтобы он умел формировать прозрачные кристаллы, чтобы они могли адрегировать в симметричную структуру, но, в повторяющуюся, да, вот, хрусталик из этого делал. Значит, в общем, похожая история. Да, существующий белок был рекрутирован под совершенно новую функцию. Да, летучая мышца, существующая анатомическая структура была рекрутирована тоже под совершенно новую функцию. Ну, вынужденное сходство, да. Опять, это псевдогены, это неработающие гены человека и шимпанзе, они ничего не делают, но при этом они практически тождественные. Опять-таки ясно, что такого рода вещи доказывают общность происхождения. Это Дарвиновы деревья. Одна из вещей, которые Дарвин сообразил, значит, деревья до него рисовали. Это вообще единственный рисунок происхождения видов. А вот это картинка из записных книжек его. Значит, деревья, в принципе, рисовали до Дарвина. Но тогда это рассматривалось просто как удобный способ представления того, кто на кого похож. И Дарвин поеден был первым человеком, который сказал, что эти деревья на самом деле отражают вот реальный ход эволюции. Что это не просто вот соматические изображения там похожих и непохожих видов, а это просто реальный ход времени вот снизу вверх. Это такой тоже интеллектуально довольно сильный поеденый был прорыв, да? Вот, значит, любят объяснять эту карикатуру. Нодаро неизвестно, значит, хороший тоже повод для бесед с разными реберами. Существует, что человек произошел от обезьяны. Как? Вот шимпанзе. Почему шимпанзе не превращается? То есть человек произошел от обезьяны, почему все обезьяны не превратились в человека, да? Почему шимпанзе не превращают в человека у нас на глазах? И это тоже такая интеллектуальная уловка, не очень честная. Значит, когда говоришь, что человек произошел от обезьяны, это короткий способ сленделый, такой жаргонный. Знаете, следующий мысль, что у человека шимпанзе был общий предок, который обе похож ни на современного человека, ни на современного шимпанзе, но которого, если бы мы его видели, мы бы назвали обезьяны, потому что такого рода жили существа, мы называем обезьяны. Смысл этой фразы состоит в этом. Он при этом не был современным шимпанзе. То есть шимпанзе не превращается в человека, потому что им незачем, а они уже превратились в шимпанзе, с ними все в порядке. И вот это утверждение про то, что человек произошел от обезьяны, про то, что у человека обезьяны был общий предок, опять-таки это было на самом деле очень сильное соображение и очень нетривиальное во времена Дарвина, потому что вот что было известно. Значит, это не только как Дарвин это рисовал, это пятерменная картинка, значит, это размер черепа, ну, что это один. А это годы назад. Что знал Дарвин? Дарвин знал современного человека и современного шимпанзе. Восемьсот пятьдесятый год. Прошло пятьдесят лет, нашли немножко костей, нашли неандертальцев и нашли, ну, тех, кого не сейчас называют хомоэректусами, тогда и так не называли. Прошло еще пятьдесят лет и еще, значит, залезли назад, вот нашли австроопитеков, нашли еще разных людей. И это, как эта картинка выглядит сейчас, да, то есть, на самом деле, вот эта вот идея, что если человек произошел от обезьяны, то покажите нам промежуточные звери, покажите нам там человека обезьян, обезьяны человеков и всех прочих, так вот же они, они все предъявлены, и дофига, да, и это все, на самом деле, это не то, что все это наши прямые предки, это там куча тупиковых веточек, ну, а неандертальцы, неандертальцы не были предками сапиенсов, неандертальцы были сестеринской веткой, и там отдельная история, я вот вечером про это немножко буду рассказывать, что они еще и гибридизовались там с нашими предками, но, поэтому это отдельный вид. Ну, то есть куча вот этих самых, когда говорят, что, там, забавная вещь, гораздо хуже изучена как раз история шимпанзе, потому что это тропики, там кости не сохраняются, а наши, значит, чудесные предки жили в относительно сухих местах, и там костей есть, и родственники их жили, которых не осталось потомство. Ну, все, вот получается, это очень хорошая картинка, но можно на сайте антропогенез.ру, можно ее посмотреть, она еще длинная, она там вниз продолжается, вот это вот дерево современных людей, да, вот это вот, если я правильно помню, сейчас, вот это центральный ствол, это мы, да, вот эта вот ветка неандертальцев, это ветка денисовцев, или наоборот, я не вижу здесь, вот, тут еще вот по бокам идут шимпанзе с горилами, в общем, куча всяких вот чудесных родственничков у нас внезапно образовалась. А это чудесный, значит, сейчас пойдет пропаган, да? Значит, это вот, значит, вот это вот то, что мы на самом деле знаем, а это, значит, наш чудесный предыдущий патриарх предлагает, это не навязывают другие. Ну, там, например, исключитель школьной программы, я так понимаю. Вот, это картинка старая американская, значит, это вот школьный учитель защищает детей от церковников. Вот, это американская карикатура 19 века. Это чудесный наш соотечественник, но живший в Америке, генетик Феодосий Григорьевич Доджанский, это очень знаменитая его цитата, из журнала, между прочим, «Американский учитель биологии» тоже. Да, это вот в актовом зале университета Мотр-Дам, где он работал, просто, значит, мозаика на полю с этим изречением. Вот, а это современное российская статистика. Это годы, теперь опять не очень хорошо видно, я прошу прощать, 91-й, это 2016-й, заканчивается, соответственно, в 2013-м. А, если это количество школ в штуках, а это количество церквей. Ну, вот, поскольку вот заканчивается в 2013-м, то если сделать проекцию, то я думаю, что мы сейчас где-то здесь, то есть мы радостно сравнялись. Ну, еще крупные не школ происходят, поэтому, в общем, совсем сравнялись. И, в другой стороны, там, церковь шаговая доступность, я не знаю, есть уже программа церкви шаговой доступности, в Москве есть. Вот, и это чудесный казанский мэр. Я буду зачитывать цитату, она тут хорошо видно. И тоже, это городская конференция работников образования. Это он, так сказать, не на кухне у себя говорит, а... Вот. Вот это вот мне нравится. Я лично читаю в научной литературе. Непростой человек. Вот. И этого я очень люблю. Ну, даже, между прочим, комитет по экологии такая вполне научная, казалось бы, да, там вообще полезно понимать биологию немножко. Вот. Значит, вот с какого перепоя? Я думаю, что известно, с какого перепоя? Вот сводки Олимп. Это реклама из интернета, это я не сам нарисовал. Это он, когда еще был боксером, он рекламирует вот Куалинп. Вот. Если кто-то думает, что идиотами бывают только мэры и депутаты, так нет. Идиотами бывают президенты Академии наук. Он тогда был вице-президентом, правда, Владимир Евгеньевич. Сейчас он президент. Вот. Тоже мне очень нравится. Последние данные палеонтологии и антропологии обнаруживают прозрительно много общего с основными положениями Библии. Он вообще-то физик. Вот. Ну, в общем. Ну, вот. Значит, теперь немножко просто хороших мест, в которые можно ходить и, значит, чем-то там пользоваться. Значит, есть чудесный сайт «Доказательства революции» по пригнации Александра Маркова. И там много всего, ну, опять-таки, вот если просто это как-то понадобится для всеберной жизни, то это такое место, куда можно приходить и там брать то, что нужно. Есть очень замечательный сайт «Антропогенос.ру». Значит, он держит два человека – Александр Соколов и Стас Дорубышевский, и, соответственно, Саша в Питере, а Станислав в Москве. Вот. Там он хорош вот чем. Там есть абсолютно последние сведения про то, что происходит. Да, вот как только появляется какая-то интересная вещь в журналах, она практически сразу появляется там. Он абсолютно современный. сайт «Элементы.ру», где есть специальный раздел «Эволюции». Там тоже какие-то современные статьи уже не про эволюцию человека, а про эволюцию вообще. Значит, там есть непонятные и хорошим языком написаны рефераты всяких интересных статей. Я оставлю потом презентацию, соответственно, можно будет не переписывать адреса, а просто взять. Ну, или пришли, если кому-то надо. Вот. Значит, есть чудесные книжки. Во-первых, это серия книг Александра Маркова. Вот за книжку «Эволюция человека» он стал нурятом премии «Просветитель». Мне, честно говоря, больше нравится «Рождение сложности» на это дело вкуса. Эту, она у меня есть, я ее еще не читал. Значит, ну, есть, понятно, «Бекинс». Значит, если кто-то любит такую хардкорную антирелигиозную пропаганду, то, значит, можно с большим удовольствием читать «Бекинс». По идеологии его иногда заносят, потому что деньги к нему относятся чуть-чуть настороженно, но вот реально, книжки его очень хороши, действительно. Вот. И книжки отдельные. Ну, это просто хорошая книжка про эволюцию, там, хорошего автора. Тут ничего особенного нет. И эта книга совершенно замечательная. Я не знаю, как сказать, можно ли ее употреблять в педагогической практике. Вот. Она построена так. Она построена как ответы на вопросы читателей журнала. Вот есть такой жанр, там, во всяких женских журналах. Там Маша из Келнаграда спрашивает, что делать, и у нее там два парня, они говорили там что-нибудь. И ей какой-нибудь отвечает, значит, местная, значит, Марионна, которая вот, ну, у нее должность такая, да, колонка такая. Она говорит, вот, дорогая Маша, там, вот, посмотри, там, у кого хир длиннее, там, я не знаю. Вот. Ну, если они студенты, еще они оба. Вот. Так вот это ровно то же самое, только от имени разных живых существ. Значит, там, дорогая Синья, дорогая Оливия, прошу прощения, нет, доктор Татьяна, да, дорогая Татьяна, значит, почему-то всякий раз, когда я имею секс с моим парнем, мне очень хочется ее съесть, там, паучих откуда-то. Ну, это объясняется, почему у пауков, у многих, на самом деле, насекомых, честно многих, значит, самка съедает самца сразу после копуляции, почему это хорошее эволюционное приспособление. Почему, например, самец не бегает от нее, как ошпаренный, зная, что она его немедленно сажает. Вот. Это, ну, в общем, ночь Клеопатра такая получается совсем. Вот. И вот вся книжка вот устроена из таких вопросов и ответов. Они, с одной стороны, очень странные, а с другой стороны, отомстительно глубокое именно обсуждение эволюции. Вот. Таким образом, такие странные, с нашей точки зрения, механизмы могли возникнуть. Кроме того, так сказать, даже бог с ними и с детьми, но вот ни одним людям я особенно советую, потому что вы будете, значит, звездой в любой компании, то есть на астомате, да, вот, там, чудесные, например, такие, значит, морские черви, которые устроены так. Личинки у них бесполые, то есть еще не определено, какого пола они будут. Но, когда они созреют, они падают на дно. А дальше правило такое, если он падает на грунт, то он становится девочкой. А если он падает на девочку, то он становится мальчиком, к ней присасывается и так он всегда с ней живет. У них может быть несколько, потому что девочки большие, а мальчики маленькие остаются. Вот. Понимаете, дальше вот, это не анекдот, это там есть латинское название, там, картинку можно показать, там, можно поспорить, вам скажут, что так не бывает и скажете, что, вот, остается, я сейчас профпик принесу. Очень советую, действительно, вот. Очень-очень полезная в хозяйстве вещь. Вот. Значит, есть замечательная книжка Саши Соколова, этого, того Сава, который антроподеносовал, «Мифа об эволюции человека». Значит, там, ну, это вот тип, он просто разбирает какие-то такие общепринятые, неверные утверждения, ну, такие общие, не то, что общепринятые, а там, циркулирующие в массовом сознании ложные утверждения, объясняю, почему они ложные. Значит, она очень коварная книжка. Вот видите, на сегодня человек верховного динозавра. Вообще, довольно много людей считают, что люди были современниками динозавров. Значит, понятно, почему, потому что мультики всякие, там, фристоины, вот это все. А вот отдельно полезно понимать, что люди, на самом деле, такие являются современниками динозавров, например, мы, потому что там все птицы являются потомками динозавров, и все хорошо. Вот. Вот, значит, она называется «Мифы об эволюции человека». Значит, он человек на динозавре. Вы знаете, эту книжку радостно вывешивают, в смысле, вставляют в книжных магазинах в раздел «Изотерическая литература». Вот. И вот туда, где все это фуфло, значит, радостно лежит. Вот. И ничего не подозревающие, значит, читатели ее покупают и оказываются, значит, погружены в еще современную хорошую эволюционную биологию. Ну и дальше очень интересно посмотреть, действительно, кто-нибудь конвертируется или нет. Вот. И эта книжка очень нехорошая. Этот книга Евгения Кунина, он вообще… Вот Евгений Кунина, между прочим, значит, если уж мирится совершенно, то у него есть 150. Это, значит, означает, что он написал 150 статей, ну, то есть он больше написал, но у него есть 150 статей, каждая из которых процитирована не меньше чем 150 раз. Это дофига. Это, в общем, он в немножко тяжелая. Она уже, это не популярная книга, на самом деле, то есть она так, так сказать, завернута как популярная, но на самом деле это некая заявка, действительно, на такое вот очередное осмысление вот того этапа, где лицо и мое биология сейчас находится. То есть это, на самом деле, такой серьезный научный труд, но при этом довольно легко написанный, и его тоже очень полезно читать, потому что, наверное, места можно пропускать или там перечитывать. В общем, она в этом смысле вполне хороша. Вот. Ну и, наконец, есть много разных полезных сайтов, я уже не буду про них подробно говорить. Значит, тут есть всякие имитаторы эволюции, есть чудесная игра выравнивания Фина, значит, то, чем биоинформатики занимаются в повседневной жизни. Я показываю выравнивание последовательности, когда мы для вас на последовательность друг подробно пишем, чтобы они были похожи. Вот тут можно ручками это подделить, в общем, детишки вполне с удовольствием этим занимаются. Это реклама моей сегодняшней вечерней лекции. Значит, то, что я вечером буду сегодня рассказывать, я не буду это произносить, я полминутки просто подожду. В общем, значит, это замануха. Вот. Значит, этот слайд появился следующим образом. Я все это запихну сюда в эту лекцию, потом обнаружил, что у меня 120 слайдов, и понял, что мне это не даст только говорить. Вот. Поэтому я просто все это затер и могу только рекламировать. Вот. Ну и еще немножко, значит, всяких милиционных красивых вещей, да. Что такое остановка эволюции, например? Вот это остановка эволюции морфологической. Это мечехвосты. Я еще хочу как-нибудь поехать на них посмотреть живьем. Они там выползают на берег, вот они вот такие. А эти скопаемые мечехвосты, отпечаток абсолютно одинаковые, да. Примерно, там, 450 миллионов лет. Сохранились, практически не изменившись. Это у тимеря. Тоже вот это отпечаток у тимеря, теперь рыба. Потом их обнаружили живых. Да, это вот какой-то экологистный плав. Это она. Это не тот же экземпляр, я надеюсь. Вот. Значит, с 30-м от 30-м году их внезапно обнаружили. Это такое, пожалуй, самое знаменитое живье ископаемое. На самом деле, оказывается, что молекулярная эволюция не останавливается. Что вот эти вот точечные изменения в геноме, они продолжают тикать. Белки, то есть гены, которые кодируют белки, они действительно лекционируют чуть медленнее вот таких животных, которые внешне не изменяются. А нежденные участки, которые у нас составляют большинство, там идет нормальная нейтральная эволюция, там происходят равномерные мутации, которые ни на что не влияют. Чудесная иллюстрация к видообразованию. Поднялся Панамский перешей и разделил Тихий Атлантический океан. И это эволюционное дерево. Я не знаю, вам видно, но вблизи кажется, что все распадается на точке. Ну, бог то, в общем, тут существенно, что тут есть С и П. Значит, С – это Калибское море, а П – это Тихий океан. Здесь сейчас, наверное, наоборот. Калибское вот это. Ну, может, и сверху. Да, хорошо, спасибо, а то я боялся глупость сказать. Вот. Значит, это эволюционное дерево креветок, разных видов креветок, которые живут, соответственно, здесь и здесь. И тут можно очень аккуратно увидеть, что почти каждая веточка на самом деле состоит из тихоокеанского вида и калибского вида. Вот, 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 они все почти парные. Значит, понятно, что случилось. Было много разных видов креветок, связанных с какими-то родственными отношениями. Потом все это разделилось на два независимых ареала недообразования. Пошло по отдельности. Ну, значит, эволюция пошла по отдельности. И каждый вид раздвоился, так сказать, вот та популяция, которая была сверху от перешейка, значит, Калибская, значит, их много было, у каждого вида была своя такая популяция. Значит, они стали разходиться с теми, которые остались из тихоокеан, но, представляете, каждый вид раздвоился на двое. Это обратная картинка, это симпатрические видообразования, когда один вид в одном и том же месте внезапно дает вспышку и куча разных видов делает. Это очень история тоже из учебника. Это цихлиды, такие рыбы, аквариумы, в общем, на их аквариумах можно увидеть. Разные виды цихлид из африканских озер. То есть это озеро Малави старое, ему миллион лет, а это озеро Виктория молодой. Ему десятки тысяч лет, но 12 может быть немножко не до заказ, но, в общем, не очень много. Значит, откуда мы знаем их возраст и из геологии? Это мне просто неизвестно, когда они появлялись. Вот. Окраски – это прозрачная вода, они такие скорее голубые, тут литная вода, они скорее красно-желтые. Ну, удивительно, и это, так сказать, то есть все потомки, вот молекулярно можно посмотреть, что все это у нас на озере Виктория, за 12 тысяч лет образовалось вот это разнообразие видов. Из одного вида, из речного вида цихлид, который известный какой. Вот такой. Это вот речные цихлиды, а звездочки – это виды, последовательности которых были определены геномные. А это виды из трех разных озер. Да, то есть там они… То, про что я говорил, что вешлое сходство на самом деле ничего не доказывает. Они приспособились, там вот попадал один вид в озеро без хищников, без, значит, большого количества врагов. Вот. И они, так сказать, начинали для себя находить экологические вещи разные и стали совершенно разными. Да, вот эти чудесные, значит, просто в толще воды кого-то левят. Эти соскребают ведросли с камней, не в челюсть, соответственно. Эти чудесные с пинцетиками, они откусывают чешуи других рыб. Эти грызут улиток. Эти плантофаги на лифах… А, сейчас я неправильно сказал. Вот эти разгрызают улиток. Вот эти откусывают чешуи. Да, вот эти логические. Это соскребатели, да, у них такие вот плотные челюсти, я не туда тыкал. Вот. А, значит, это какие-то такие вот, которые… Даже даже не знаю, что они делают с насекомыми. Ну, как-то тоже, по-видимому, захватывают губа-то, да? Абсолютно параллельное приспособление, возникшее совершенно независимо. В общем, красивая картинка, действительно, из учебника. Ну, ладно, это бог с ним. А вот это чудесный эксперимент. Самое трудное, что можно, так сказать, увидеть, это видообразование, потому что это процесс медленный. Когда говорится, что, так сказать, обезьяна, собака и кошка ровут с некий, говорится очень хорошо, покажите нам, как кошка превращается в собаку или наоборот. На самом деле, иногда бывает. Вот. Это ранние стадии видообразования. Это яблонная муха. Она жила в Америке на боярышнике, да, как здесь и нарисована. Но когда в Америку жили яблоня, то они переселились. На яблоня, значит, понятно почему. Потому что, в принципе, личинка этой мухи в яблоке живет плохо. Выживаемость личинок этих мух в яблоке маленькая, хуже, чем на боярышнике. Но там их не могут достать наездники. Поэтому, если бы наездников не было, то ничего бы этого не произошло. Но есть такие чудесные наездники. Вот они, вот здесь нарисован этот наездник. Вот такая, ну, родственникоз, где-то у него там должен быть яйцеклад. Вот. И яблоко большое, поэтому там он ведь с кладом не достает. То есть ты живешь плохо, тебе там невкусно и кисло. Но в тебя там не отложат яйцо, и тебе никто не будет грызть изнутри. Вроде-вроде как это полезно. Вот. И образовались, значит, яблоневая расы, да, появились наездники, появились яблоневая расы наездников, которые как раз ловят вот тех самых мух, которые начали жить на яблоне. Причем на, значит, яблоневая раса мух образовалась и с боярышниковой, а яблоневая масса наездников образовалась в основном из черничной. Да, там эти самые предки этих мух же и на боярышнике, и на чернинке, и на пузыреплоднике. Это были такие разные расы. И вот они, значит, перепрыгнули на яблок, когда там приедут. Такая ранняя-ранняя стадия ебообразования. Понятно, что пройдет там еще пара миллионов лет, и это будут разные виды. Но им, к сожалению, грантов настолько времени не дают, поэтому мы не можем за этим наблюдать. Вот. А с бактерией не можем. И на это дают гранты. Это вот такой чудесный человек Ричард Ленский. Вот он здесь, и вот он здесь. А это дерево Ричард Ленского пробирки. Он занимался тем, что он, значит, в течение нескольких десятков лет... Дело следующее, но был точно не сам, а его аспиранты. Они брали культуру кишечной палочки. Там проводили через несколько делений, разделяли. Опять проводили через несколько делений, опять разделяли и так далее. Мы там поднимали, соответственно, новую культуральную... Там не разные были схемы этого самого видения, сейчас... А, на этой картинке, но бог с ним. Вот. И морозили какие-то там... Каждые там, я не знаю, сколько там, тысячу поколений, они морозили, значит, культуру холодильника. То есть теперь у них... Да, потом у них оказалось, что у них образовался еще новый штамм этой кишечной палочки. То есть в каком смысле новый штамм? Любой метаболизм. Он может взять на цитрате. Цитрат лимонная кислота, да, цитрат является там, побочным продуктом метаболизма кишечных палочек, в норме кишечная палочка цитрата. Цитрат в качестве источника углерода использовать не может. А там появился штамм, который может. Там немножко перестроились вот метаболические пути. И это случилось прямо в пробирке, да. Это просто можно конкретно сказать, в какой момент времени это произошло, да. Поскольку у нас есть промежуточная, замороженная промежуточная стадия этого эксперимента. Вот. То можно сказать, в какой момент это произошло. Там вообще много всего было интересного. Вот он там разные деревья рисовал на этих штаммах, гравиационные. И опять, это вот предыдущие гравиационные деревья, которые я рисовал, там промежуточные узлы, и это была реконструкция. Да, мы имеем современные виды. И реконструируем, как могли бы быть промежуточные предковные формы, или там какие у них могут быть белковые последовательности. А здесь это просто можно вот достать соответствующую пробирку и предъявить. Вот. Ну и на этом вот там кучу всякой науки. Он там в этих статей делает какое-то нечеловеческое количество. Они все замечают. То есть, например, у него там в какой-то момент этот самый штамм, который есть цитрат, вымер. И дальше был вопрос. Вот то, что этот штамм вымер. Это он действительно был плохо? То есть, он как-то в какой-то момент размножился, он оказался недостаточно хорош, и его победили остальные. Или это какая-то случайность? Ну, дальше просто берем, воспроизведем, откатываем на 10 тысяч поколений назад, достаем соответствующую пробирку, смешиваем, значит, тех, кто там живет, вот предыдущие, да, с этим там цитратным штаммом. Делаем так 20 раз. И смотрим, 20 раз мы запустили эволюцию с одной и той же стартовой точки. Оказалось, что ни разу из этих 20 он не умер. То есть, похоже, что там был какой-то экспериментальный, случайно там их экспериментаторы что-то не предусмотрели. То есть, он помер в результате экспериментальной ошибки, а не потому, что вот, с точки зрения беспособления был плох. Да, то есть, вот можно такие чудесные вещи делать, это просто реальный человек, который публикуется там, и про все проекты пишет. И так вот, чтобы понимать, вот там последний поведенный сюжет, значит, что все это, ну, там, как любая хорошая дорога, это на самом деле имеет непосредственное отношение к повседневной жизни, ну, нас. И, говоря про бактерии, это прежде всего, конечно, устойчивость к антибиотику. Пенициллин открыли в 29-м году, в 40-х начале начали применять, и уже в начале 50-х появились бактерии устойчивые к пенициллину, да, от которых пенициллина вылечиться нельзя. Откуда это берется? Ну, дело в том, что антибиотики, там, пенициллин придумал не флеминг, пенициллин придумал грипп пенициллин, который жил в почве и боролся таким способом со своими конкурентами. Да, вообще, там, вот, в таких вот средах с большим разнообразием бактериальной жизни, там, ил, почва, там происходит страшная хирургическая война. То есть, они друг друг травят. И, там, антибиотики, которые мы имеем, они, на самом деле, выделены из этих почвенных гриппов или бактерий в основном, и это вот то, чем они травят друг друга. Ну, сейчас есть полисинтетические варианты, когда мы берем это за основу и как-то модифицируем, опять-таки, чтобы, наоборот, убежать от лекарственной устойчивости, да, чтобы начать травить устойчивые штаммы. Средбиотики считали за долгу до человека. Что, очень сильно за долгу, да, там, миллиарды лет до человека. И, соответственно, были придуманы механизмы устойчивости. И первый источник механизмов устойчивости – это гены устойчивости к антибиотикам, это, на самом деле, сами продуценты. Потому что, если ты делаешь антибиотик, то первое, что тебе нужно – это травить себя самого. То есть, у тебя есть система устойчивости к этому антибиотику. И вся твоя надежда, что такой системы устойчивости нет у твоих конкурентов. Дальше у бактерий есть горизонтальный перенос, когда гены путешествуют на плазмидах из вида в вид. А кроме этого есть система компетентности, когда бактерии могут всасывать ДНК из внешней среды не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы строить свой геном и посмотреть, как оно будет работать. Да, классический опыт, на самом деле. Доказательство того, что ДНК является носителем наследственности – это опыт и на пневмококах, ровно основанный на этом. на том, чтобы пневмококе высасывает ДНК из внешней среды большими кусками, встраивает свой геном и приобретает таким способом новые свойства. Ну а дальше замечательно, да, как это там, выделяем новый антибиотик и немедленно, значит, откуда-то хватается генустойчивости к этому антибиотику. Картина вот такая. Значит, вот, это продукция, в смысле новобведение антибиотика, а это появление резистентности. На самом деле, первые резистентные штаммы к пенициллину были выделены еще даже до того, как его начали массово применять. Ну поехали. Это уже такой массовый, значит, медицински релевантный устойчивый штамм стритококкс, пневмония, пневмококк, устойчивый к пенициллину. Титроциклин, эритромицин, не вижу кто, гентомицин, ленкомицин, инепремен, верофлоксацин, ну в общем, практически сразу. А, тут написано все, чего я пытался здесь читать. Вот. Ну вот с дикой скоростью все это происходит. Это метициллин устойчивый стафилококкус ауреус, да, это проценты, то есть 60% людей, когда они заражаются золотистым стафилококком, их уже метициллином лечить бессмысленно, а больше особенно и нечем. Это наше богонхранимое отечество, это мультирезистентный туберкулез, то есть резистентный сразу к нескольким антибиотикам. Источником его являются тюрмогеля в основном, потому что там люди болеют, сильно сконцентрированы и их не долечивают. Как это возникает, я сейчас расскажу через несколько слайдов. Вот. И это такая тоже полненаучная статья. – это заболеваемость, значит, резистентными формами туберкулеза в Самарской области. Просто там почему в Самарской области смотрели, не знаю почему. Вот она. В половину случаев неэффективные основные лекарства дали фунгицины и изомиазеют, а в 16 процентах резистентным вообще не действует вообще ничего. То есть мы радостно возвращаемся во времена Антона Павловича Ачехова, значит, когда единственным источником от туберкулеза становится, так сказать, морской или горный воздух, кумыз, и все. И одним из следствий этого является то, что никто не вкладывает деньги в разработку новых антибиотиков, потому что затраты на разработку колоссальные, как на любое лекарство. Адинсцензис возникает очень быстро, и время жизни этого лекарства будет очень маленьким. То есть фармацевтическая компания не отобьет расходы на разработку, значит, в то время, за изменение существования использования этого лекарства, да. И вот, начиная с середины 80-х годов, все, новых антибиотиков нету. Ну, это новые классы антибиотиков. Да, это новый класс, сейчас я скажу, это новый класс антибиотиков, как бы с разными механизмами действия. А это просто новые антибиотики в штуках тоже. По сколько? По пять лет, по четыре года, да. Какие-то столики. В общем, их практически не становится. Значит, а куда берется устойчивость? Причем здесь вообще эволюция, почему я про это рассказываю, да. Ну, во-первых, это хорошая страшилка, так вообще, значит, слушателей надо сначала напугать. А, значит, как это работает? Смотрите, значит, есть такая чудесная игра, камень не нужна сублюмана, все знают. Значит, теперь мы в нее будем играть следующим способом. Значит, возьмем, значит, есть, я уже говорил, что есть, значит, бактерии, которые производят антибиотики, вообще самые злые антибиотики направлены против других штаммов того же самого вида. Ну, потому что это самый злой конкурент. Это самый злой конкурент, это тот, кто на тебя больше всего похож. Вот он с тобой конкурирует за все. И, значит, опыт такой, значит, берем обычный дикий штамм кишечной палочки, а берем штамм-продуцент вот этого самого антибиотика, он называется калицин. Да, потому что она бывает еще рихиоколи, а делает ее тоже еще рихиоколи. Значит, вот такой небольшой пептид. Что происходит, когда мы сажаем в пробирку дикий штамм и продуцент калицина? Ну, понятно, он делает антибиотик, очень быстро дикого штамма убивает. То есть, совсем. Значит, теперь весь штамм устойчивый к калицину. Что получается, если мы сажаем в пробирку продуцент калицина и штамм устойчивый к калицину? Значит, этот его пытается отравить, на нем ничего не действует. А производство калицина, видишь, вообще безобидное. Вы, во-первых, тратите ресурс, который мы могли потратить на что-то другое. А во-вторых, все-таки немножко подтравливаете сами себя. Ну, в смысле, если вы кишечная палочка. И если посадить в одну банку продуцент калицина и штамм устойчивый к калицину, то медленно, это медленный процесс, но устойчивый штамм оказывается в более благоприятных локальных условиях. И он на церемонии постепенно выигрывает. Там сейчас какое-то количество поколений, если ресурс ограничен, то продуценты практически исчезнут, а устойчивый, соответственно, все захватит. Но устойчивость тоже вечно бесплатна, потому что устойчивость означает, что вы себе... Обычно устойчивость, ну, один из механизмов устойчивости, который здесь, считает в том, что вы себе испортили мишень. И, значит, калицин перестал на нее действовать. Но, соответственно, тот делок, который вы испортите, стал работать тоже хуже. Поэтому, если посадите в одну банку, в одну пробирку дикий тип и устойчивый штамм, то дикий тип оказывается лучше. Потому что калицина нет, как вот этого селективного действия нет, а устойчивость тоже вечно бесплатная. Соответственно, дикий тип постепенно вытеснет. устойчивого. Но и дальше, если внимательно следим за тем, что я говорил, то это вот как раз и есть камень-ножницы-бумага. Теперь упражнения. А что будет, если в банку посадить всех трех? Я все сказал, что для этого нужно. Там, так сказать, биологии знать не надо. Надо знать то, что я говорил последние две минуты. Почему? Потому что дикий тип будет убивать производитель таксина, а производитель таксина будет быстрым резистентным. А почему дикий тип же лучше, чем резистентный? Но он медленно работает. Правильно, да. Сначала продуцент быстро убьет дикий тип. Их останется двое. А когда двое, мы уже знаем, что происходит. А теперь вот эта вот левая картинка – это опыт. Это что будет, если посадить ее не в пробирку, а в опроску судьбы, на чашку в Петре? То есть берем дексагональную сетку, случайно сажаем штаммы. Сначала они растут и не встречаются. Получаются такие правильные шестиугольнички. Это просто расколоний. В отсутствии конкуренции. Спасибо. А потом они встречаются. И дальше вот эти картинки, они там покрашены немножко, чтобы их было видно. А это то, что там на самом деле происходит. И дальше это выглядит как атлас по истории Европы средних веков. Там границы начинают ползать туда-обратно с дикой скоростью. Каждая граница ползет в ту сторону, куда ей предсказано. Это тут фронты нарисованы. Желтая граница ползет сюда, а белая граница ползет сейчас. Резистентная граница. Белая граница ползет сюда. Сейчас. А, вот тут видно. Так, спокойно. Белая граница ползет направо. Это резистентный и провиционт. А желтая граница ползет вот сюда. Вот. А это то же самое, только в живых мышках. Сберем клетку. В каждую клетку сажаем по три стерильных мышки. Каждую мышку заражаем своим штаммом кишечной палочки. И дальше смотрим, какие штаммы в них живут. Каждая из трех мышек. Вот их заразили. Значит, продуцент чувствительно устойчивый. Продуцент чувствительно устойчивый. Да, вот это точка отсчета. Ну, а дальше видно вот у этого, например. Вот у него жил продуцент, потом его вытеснили устойчивый, а потом устойчиво вытеснил дикий тип. Вот. Ну, так, чтобы по циклу долго ходило, все-таки не получается. Да, мышки живут в одной клетке, там условно антисанитарные, поэтому они друг другу все равно заражают сразу всеми штаммами. Вот. Ну, в общем, такая очень включительная картинка. И, значит, мораль этой истории в том, чтобы запомнить, что чувствительность к антибиотику, наоборот, устойчивость к антибиотику является полезным признаком только тогда, когда эта антибиотика в среде присутствует. То есть только тогда, когда ее принимают. Когда он есть как фактор отбора. Это как это происходит на молекулярном уровне. Значит, здесь сделали вот что. Когда ввели цифротоксин, цифротоксин – это класс антибиотиков, а это третьего поколения антибиотик. К нему очень быстро появилась устойчивость. Устойчивость к цифротоксину устроена так. У вас есть просто белок у бактерий, который разрешает этот антибиотик. Соответственно, был этот фермент, который умел разрешать с фалоспорина второго поколения. И очень быстро появился вариант этого фермента, который мог разрушать цифротоксин. Значит, взяли этот гер, определили последовательность. Оказалось, что у него есть пять различий от того, который был в самом начале. Применялись пять аминокислот. Дальше сделали все промежуточные варианты. То есть они синтезировали, ну вот у них был начальный и конечный, а они синтезировали еще тридцать промежуточных вариантов. У нас есть пять позиций, в каждой позиции могут быть два варианта, всего два в пятый – это тридцать два, но два у нас уже было с самого начала. Тридцать надо было синтезировать. И, значит, проверили следующую вещь. Пять мутаций не могут произойти одновременно. Не бывает. Они происходят по одной. Для того, чтобы произошли все пять, должен быть такой путь от нулевого состояния в состояние с пятью мутациями, где каждый следующий лучше предыдущего. Потому что происходит мутация, новый штамм начинает соревноваться с тем, который существовал, и для того, чтобы выбрать, он должен быть лучше. То есть предсказание состоит в том, что должен быть такой порядок этих пяти мутаций, что каждый раз новая мутация добавляет к приспособности. Приспособность в данном случае имеется очень легко. Это просто эффективность вот этого химического разрушения цифтоксима этим белком. Да, тут вера приспособности очень простая, чисто биохимическая. Мне казалось, что такой путь действительно есть, причем ровно один. Ну, более точно, вот эти две мутации, первые две мутации. Да, каждая строчка – это мутация. Мы вот заменили глицин в 238-й позиции на 7-й, и это то же самое. А это заменили алавин в 42-й позиции тоже на глицин. Вот. И оказалось, что да, вот эти вот числа – это как раз эти эффективности химические. Нам нужен такой путь, что каждый раз от одной вершины к другой число возрастает. Это вот эта биохимически померенная эффективность. И вот первые две мутации можно сделать в любом порядке, они они будут хороши. а дальше есть только единственный способ пройти. Вот так, вот так и вот так, чтобы было заметное преимущество следующего после предыдущего. Очень включительная картинка. И это самое последнее чудо. Значит… А, у нас ушел… Ладно, я тогда покажу скриншот. В принципе, есть кино про это. На ютубе есть. Картинка вот такая. Даем такую большую… Ну, это уже не чашка Петри получается, а такая плашка Петри. Значит, наносим агар и делаем такие полосы, вот здесь видно, вот они, эти полосы, с возрастающей концентрацией антибиотика. Значит, всякий раз, ну, примерно в 10 раз, да? Запускаем сюда, в среду, где антибиотика нет пищечных палочек. И дальше происходит вот что. Вот это вот, вот тут время идет сверху вниз. Вот мы их запустили. Вот они, значит, живут без антибиотика, все им хорошо. Дошли до границы и все, значит, дальше антибиотик, дальше там жить нельзя. Потом появляются мутанты, которые приспособились к антибиотику, и они заполняют следующую полосу. Опять, дошли до границы и остановились, потому что концентрация становится слишком большой. Дальше появились мутанты, которые заполняют еще следующую полосу и так далее, да? И тут прям видно, вот тут вот они только-только привлались, да? Вот колония пошла расти. Вот здесь где отродился мутант, и вот здесь где отродился мутант. Вот колонии пошли расти. И постепенно, через 10 дней, через 11, у нас появились мутанты, которые в состоянии выдержать концентрацию антибиотика, ну, да, колоссальную. Тысячу раз больше, чем та минимальная, при которой они в состоянии хоть чуть-чуть существуют. Ровно потому, что были промежуточные, значит, что отбор все время, небольшие улучшения. Они, на самом деле, еще чудесные вещи делали, да? Они просто взяли вот из этих колоний внутренних, они взяли бактерии и нарисовали такое мутционное дерево, то есть они еще видят, какие именно мутации происходили. Эта работа еще там уже, вот на геномном уровне очень красивая. Вот теперь представьте себе, что у нас есть пациент, от которого заболела горло, у него там, значит, живет колония, не знаю, от кого горло болит, Стрепококус Паёджи, неспеогема Стрепококова. И он принимает, значит, и там есть какая-то естественная вариабельность по устойчивости к этому антибиотику. Там не будет популяция, какая-то исходная вариабельность немножко есть. Это нам еще дедушка Дарвин все объяснил. Значит, у нас появился новый фактор отбора антибиотик. Значит, мы денек попили, горло вроде болеть перестали, ну и что, травиться зря. Что произошло? Большинство бактерий оказалось убито, но те, которые в состоянии хоть немножко этот антибиотик переносить, они остались. Значит, дальше у нас же в горле или там начихнули на кого-то, у кого-то другое в горле. Из этих, вот из этих ребят, вот которые проскочили, образовалась новая популяция, которая чуть лучше переносит антибиотик. Но потом опять у кого-то заболело в горле, ему уже пару дней пришлось антибиотик попить. Он пару дней попил, все прошло, ну и чего зря травиться. Ну и постепенно, значит, вот мы вырастили себе там резистентного этого самого геново-стрептококка, да. Значит, лечим ангину в условии на классе канели. Основной, на самом деле, источник, это наше три основных источника лекарственной устойчивости. Значит, все это возникает в результате мутации, когда геново-стрептококка или горизонтальных переносов, когда гены устойчивости появляются у нового вида, или в результате постепенного приспособления существующих видов. Значит, это может быть, во-первых, недалечные люди, это может быть вот это чудесное туалетное мель с треклозаном. Я не знаю, кто-нибудь заставил эту рекламу про мель с треклозаном? Значит, тут еще чудесно, я знаю про треклозан, значит, основной цирк состоит в том, что, скажем, у тех же стриптококков вообще нет белка, которые являются мышью треклозана. Поэтому, если у вас ангина, и вы хотите не заражаться ангиной, то, значит, треклозан просто пить, да. Там другой фермент, я просто знаю эту историю по науке, она у нас возникала, мы там смотрели как раз историю. Это путь синтеза жирных кислот, и там красивая история метрометаболического пути и того, как он регулируется у бактерий. Ну, а заодно это мышью треклозана. Вот. И кроме того, это применение антибиотиков на животноводстве. Потому что коров, там, среди всех прочих, традиционно подкармливали маленькими дозами антибиотиков. Маленькие дозы антибиотиков создают как раз ровно тот отборный фон, на котором отбирается устойчивость. А кроме того, поскольку все-таки там обстановка нестерильная, то там же почвенные бактерии, почвенные бактерии – это основной источник генов устойчивости, как я только что рассказывал. Ну, поэтому мы с треклозаном с этого года запретили в таком вот массовом использовании в косметических целях в Европе и в Соединенных Штатах. Использование антибиотиков в животноводстве в Европе запретили десять лет назад, в Штатах потихонечку снижалось. Со следующего года, значит, тоже их запрещают. Те антибиотики, которые потенциально вот могут давать кросс-резистентность с человеческими антибиотиками. 1 января, значит, будет праздник, злобные американские фермеры наконец перестанут разводить лекарственную устойчивость в своих страшных лабораториях. Ну, последние несколько слайдов. Опять-таки, значит, чтобы понимать, насколько глубоко вот эти индиционные соображения в современную биологию проникли, да. Иммунная система. Это типичная ситуация отбора, потому что делаются вот первичные, скажем, беллимфоциты, да, производители антител. Значит, они получаются за счет рекомбинации, но не важно, получается некое большое разнообразие. И когда появляется новый антиген, то появляются лимфоциты, которые хоть немножко его изнают. Не обязательно очень хорошо, но хотя бы немножко. А дальше есть такой механизм, что те лимфоциты, которые связались с антигеном, они начинают делиться. И в них же при этом происходят мутации. Соответственно, возникает лимфоцит, который еще лучше узнает этот антиген, начинает делиться еще более интенсивно и так далее. И там вот чисто вот это вот появление, значит, иммунитета к антигенам, вот это чисто в виде такой эволюционный отборный процесс. Там в молекулярном уровне просто можно изучать опять какие-то отдельные мутации, которые происходят, и как там это происходит. А вторая чудесная история – это рак. Потому что с точки зрения раковых клеток мы являемся внешней средой, а они друг с другом все ревнуют. и там нет, есть известная метафора, что человечество – это рак Земли, она на самом деле довольно глубокая, так если вдуматься. Что такое метастазирующий. вот. Но если говорить не про метафоры, а про конкретную вещь, да, то вот, значит, есть клетки. Там есть много разных клонов клеток. Там раковые клетки, у них, как правило, нарушены механизмы репарации, поэтому у них ДНК мукирует очень быстро. Там все время возникают новые клоны, там все время возникают новые варианты. Там клетка, которая научилась, чуть более эффективно использовала этот ресурс, а ресурс ограничен, потому что не хватает кислорода, в частности, и питательных средств. В общем, они… там происходит действительно большая валюшка рака в обкуле между клетками за то, кто будет размножаться. Да, какие-то клетки научаются синтезировать фактор роста сосудов, то есть капилляры прорастают к раковой опухоли, значит, снабжение улучшается, соответственно, эти клетки выиграли. Так ген-то этот есть у всех, только он не везде… В каждой клетке есть ген-фактор роста сосудов, потому что гено во всех клетках одинаковый. Но у нас в большинстве клеток молчит, а раковая клетка научается… в случайный образ, значит, случайная мутация. Ломается вот этот механизм молчания этого гена, научает работать, и начинается прорастание сосудов. Вот. Какие-то клетки научаются оторваться от опухоли куда-то уплыть и образовать метастаз до нового колония, прикрепиться в новой ситуации. Вот. И это просто цитата из статьи в «Nature Reviews on Cancer», и что вообще невозможно понять рак, если не подходить к нему с точки зрения его ополиционной биологии. это такая очень включительная картинка. Вот этой картинке 50 лет, а вот эта картинка из современного обзора. Про рак. Да, они в общем… но только что это черно-белое, а это цветное. Вот. Ну и тут еще вот… вот эта специфическая раковая вещь, когда же на поздних стадиях там вообще полностью разрушены механизмы контроля, и там очень много сразу вариантов возникает. Вот. Ну ладно. Это я все на самом деле уже теперь не буду рассказывать, не лень. Вот. Нет, времени на самом деле уже много, мне действительно просили закончить какое-то разумное время. Вот. Значит, это просто название… это заголовок редакторской колонки в… интересном «Deaf Science», по-моему, судя по шрифту. А, тут написано опять, да. Вот. Что… уже при подготовке врачей, значит, полезно иметь хороший курс в университетной биологии, потому что иначе они будут плохими врачами. Вот. Ну вот, собственно, все. Значит, я просто кусочек рекламы. Значит, вот есть фонд «Эволюция», членом Совета которого я являюсь. Он был создан в прошлом году, значит, когда разогнали фонд «Династия», обнившего его иностранным агентом, люди, которые с этим фондом работали, не в нем работали, вот, не служащие фонды, а там, ну, как я, например, да, я там лекции читаю, значит, на каких-то фестивалях, которые «Династия» поддерживала. Кстати сказать, вот какие-то фестивали, центров по атомной энергии тоже «Династия» поделал, в Калининграде, когда я был, там как раз это было при поддержке «Династия». В общем, когда «Династию» выпилили из нашей действительности, то вот эти люди как-то решили, что есть много хороших проектов, которые было бы жалко бросать. Мы устроили фонд «Эволюция», у которого есть несколько разных проектов, вы можете на фонде прочитать, но просто один из проектов, он существенен для того, что, ну, для этой аудитории, значит, есть проект рассылки хороших научно-популярных книг по биологии по школам, учителям. Соответственно, если вы знаете хорошего школьного учителя биологии или, там, ведущего кружка, то заставьте его написать письмо в «Эволюцию», и, значит, мы стараемся прислать какую-то там пачку хороших книг. Вот. А второе, что, значит, поверх этого еще есть такие-такие, ну, полезные методические материалы, значит, для уроков по этим книгам. Тут какие-то ссылки, там, на сайты с хорошими картинками, из-за хорошими видео, в общем, что-то, что можно реально используя, там, специальные люди, вот какие-то такие материалы собирают и, значит, кабинку к этим книжкам рассылают, поэтому, действительно, если я заинтересован, то просто имейте в виду, что такое есть. Все, я кончу, а давайте, может быть, киношку покажем, получится? Давайте я вот покажу, значит, вот эта вот киношка при на бактерии, которые растут. Да. Вот эта вот плашка. Так, чуть любее нужно? Да, так вот она, вот эти полетки. Здесь антибиотиков нету по краям. Здесь чуть-чуть антибиотика. В 10 раз больше, в 100 раз больше, и вот это уже запредельно. Да, а сверху, значит, тонкий агар, по которому бактерии могут распространяться. Да, бактерии светящиеся, вот они, вот они дошли до границы. Вот мутанты, а, вот мутант появился, и вот он пошел распространяться. И здесь тоже какие-то мутанты, там. Потом они встречаются, тут границы между коленями. Мутации вообще много разные. Вот они дошли до сюда, и новая мутация появилась. Вот эти тоже дошли, и тут из каждой колени пошла новая мутация. Это практически ревизионная дыра, только такое. Вот они, через 11 дней, они добрались до самого сурового. А это они, да, это они делали, они просто взяли отсюда бактерий и восстановили всю историю. Трясающе красота, так вот. Вот, ну все, теперь уже совсем все. Не знаю как вы, а я уже окончательно понял, почему нужно прививать курс лекарств целиком, а не до момента, когда исчезают симптомы. Уважаемые друзья, сами поймите до конца и друзьям говорите, чтобы не бросали пить таблетки. как бы парадоксально это не звучало. Есть ли у вас вопросы? Да, есть, слава богу. Получается, когда вот этот самый взрослый, там, в том концентрации встречается два фронта с двух сторон. А как они друг другу взаимодействуют? Кто-то кого-то вытесняет, потому что их приспособилась, они прошли очень, на самом деле, то же самое случается, когда просто они с двух сторон. Вот здесь прогрелся мутант, и здесь прогрелся мутант. Да, с одной стороны. То есть, так сказать, проблема. Их история-то разная, на самом деле. Если дерево посмотреть, которое там было... Сейчас я откачу назад немножко. Упс, она перестала меня узнавать. А, вот оно. Видишь, история еще разная. Вот здесь, смотрите. Надеюсь, встретились две колонии. Только эта колония пошла дальше, а эта колония никуда не пошла. Потому что предистория у них была такова, что эта была сильнее этой. Вот это зависит, так сказать, просто от того, какие мутации у них накопили. Опять, это все не бесплатная вещь. Это все дается ценой того, что вы портите что-то у себя, что было. В значительной степени. Поэтому они, на самом деле, ослаблены. Если их обратно вернуть, заставить соревноваться с диким типом насущей антибиотикой, то они сдохнут. Так, вот молодой человеку дают, потом у вас. А где у вас апархиальный собор? Вот там и спросите. Не знаю, нет, я думаю, что нет, на самом деле. Но, с другой стороны, история 20 века показывает, что деградировать нацию вообще можно за 10 лет. Виктор, навык обезьянного процесса был, потому что был, правда, собственно, вот это вот высказывание Алексея, которое было сделано, оно было сделано на фоне иска Маши Шрайберг к Министерству образования, который был ровно, ну, это такой был немножко пиар-эски ход, но это была ровная калька американских процессов, да, запретить преддавание эволюции в школе, потому что она противоречит ее, значит, ущемляет ее религиозные чувства. Тогда это там как-то по-другому называлось. Так, молодой человек. Зеленый. Да, там, да. Спасибо. Да, это очень интересно. Вы сказали, что про разработку новых антибиотиков приостановлено, по-моему, в 80-х, это правильно? Новых классов антибиотиков не появлялось с середины 80-х годов. На самом деле, в прошлом году была статья, там придумали новый, очень красивую экспериментальную технику, которая позволяет отбирать продуценты антибиотиков без культивации. Да, там основная проблема, что многие бактерии невозможно культировать, мы не умеем. А там люди научились это делать прямо в мире, прямо в сообществе, да, то есть они сделали такие структуры, в которых размножаются эти самые продуценты, но при этом их не выделяете в чистую культуру, а отбираете прямо в мире. А дальше можно какие-то уже генетические методы или пытаться понять, в чем там дело. То есть не стоит бояться ситуации, когда находятся бактерии, которые будут изменичены ко всему. Стоит. Почему люди до сих пор не появлялись? Собственно, история с туберкулезом в России, по-моему, про это ровная история. Да, с туберкулезом то самое, в тюрьмах люди не пролечиваются до конца. Вот, и туберкулез устойчивых, есть штаммы туберкулеза устойчивых ко всему существующим лекарствам. Что появится, один единственный супербак, который будет устойчив сразу ко всему, и это не очень вероятно, потому что он просто будет переполнен этими генами устойчивости. У бактерии же имеется страшный отбор на эффективность деления, на скорость деления. А скорость деления в одинаковых условиях более-менее пропорциональна длине генома. Вы не можете в геноме напихать слишком много всего на всякий случай. Да, вот, как в этом самом трое в одной лодке, а если пойдет дождь. Вот, бактерия не может жить в расчете на то, что ей что-то пригодится. Она либо нужна прямо сейчас, либо она от этого избавляется, потому что иначе избавится кто-то другой и будет более эффективно, будет быстрее размножаться. То есть, бактериологического оружия не надо бояться? Бактериологического оружия бояться надо, потому что, знаешь, как показывает история в Свердловске в 77-м, если я правильно помню, в году с сибирской язвой, значит, замечательно, несколько десятков человек значит, померли ровно от разработки Советским Союзом бактериологического оружия, да, там, бабахнуло что-то на заводе в нынешнем Екатеринбурге. Мне рассказывали, что замечательное, то есть, я помню, что у вас был вопрос сейчас. Вот, просто, вот хорошая история, значит, то есть, слухи были в 77-м году, я просто помню эти слухи, что там ездят эти поливальные машины по городу и поливаются антибиотиками, и народ мрет, действительно, мрет. Вот, а я потом разговаривал с человеком, которого зовут Мэйтю Мезельсен, он, ну, деньги, на самом деле, должны знать, вот, опыт Мезельсен сталь, полуконсервативный характер, репликация ДНК, кто не понял этого, не важно, кто понял, значит, это вот тот самый Мезельсен из учебника. Вот, а он потом занимался другими задачами, такая удивительная история, человек, который абсолютно незаслуженно не получил Нобелевской премии. Вот был опыт, который абсолютно Нобелевского уровня, он действительно доказал механизм репликации ДНК, показал пробирки, придумал, как это показать. Вот, но, значит, не дошло, там, это когда героическая, вот эпоха, там, начало 60-х, вот такое, зарождение молекулярной биологии. Вот, так он в 90-е годы при приглашении Нильсена, значит, был председателем комиссии, которая вот расследовала эту историю, там, открыли архивы, а, а, он нас рассказывал на семинаре, пока я его вез в такси, вот, из гостиницы, значит, в университет, где был семинар, вот мы по дороге, что-то такое, не в Товсе, там, аспирантка моя нас везла, вот, вот, вот по дороге рассказывают про это, значит, у них был следующий парадокс, у них не получался вот этот элиф рассеяния. Опять, вот, у кого была гражданская оборона, значит, знают, что если что-то произошло, то в зависимости от направления ветра в случае укладываются в элиф. На самом деле, не в элиф, это в параболу, но реально там уже все, сказать, на вид это как элиф. Вот, и там никак не получалось, там, почему город бил, эти кейсы сибирской язвы, раскидывался, что-то непонятно, как такое может быть. Потом, кто-то из русских уже, членов комиссии, сообразил, что надо посмотреть на дели джиот, а где работают, потому что набахнули днем. Ну, и наклеили, соответственно, не дома, а на работе. Вот, когда взяли у нас работы, тогдашние, то аккуратно, вот, все и легло в эту самую, значит, в границу, все как-то просто. А потом, вот, выходили на границу города, и там уже были какие-то королы, кто их считал. Вопрос. Михаил Сергеевич, вопрос. Любопытный, там такой. Вот, с вами, когда мне попала книжка Дольфин, за эгоистичные деньги, аспирант там был, мне поразили там две идеи. Подождите, что или вы были аспирантом, или вы дилетантом, уже не надо тоже. Нет, ну, есть дело в том, что я физик, причем вердотельщик. понял, все, понял, аспирант в другом делу, да, извините. Так. Вот, и поразили там две идеи. Ну, основное, что эволюцию правильнее рассматривать не как изменение организмов, пока изменение генов, а вот второе, значит, то, что конкуренция генов может приводить даже к таким вещам, как возникновение определенных пор сложного поведения, в частности, рутруистического. Там все изложено достаточно аргументировано в нескольких главах, но все-таки сомнения оставались, насколько это достоверно. И спор остается. Смотрите, да, смотрите, кратко изложить содержание нескольких глав, мне, пожалуй, слабо, а прокомментировать, наверное, могу. То, что очень многие вещи разумно понимают не на уровне организмов, а на уровне генов, и на уровне, как бы, самостоятельных, самостоятельного поведения генов, это, по-любим, разумно. Значит, Докинс в этом месте совсем экстремист. Я не уверен, что я готов защищать там каждый из того, что он говорит. Но, сама по себе, идеология, в общем, она, по-видимому, является разумной. Действительно, мы довольно много вещей понимаем, когда мы пытаемся посмотреть. Тот же горизонтальный перенос. Да, могу принести пример, пожалуйста, смотрите. Значит, есть такой известный эффект у бактерий, что гены, которые участвуют в одном и том же процессе, например, в одном и том же метаболическом пути, и, скажем, еще проще, там, две компоненты одной субъединиции, в смысле, две субъединиции, наоборот, одного белка, в гене, они кодируются рядом. Значит, с точки зрения, значит, у этого есть два объяснения. Одно с точки зрения бактерий. Одно понятное. Значит, если у нас два гена находятся рядом, их, во-первых, проще совместно регулировать, то есть включать и включать одновременно, а во-вторых, они чисто в пространстве оказываются рядом, если это, скажем, две субъединиции, то им, поскольку они синтезировались, им легче друг друга найти и образовать настоящий белок. Но есть некоторые наблюдения, которые, ну так, физиологически, я не буду сейчас в детали входить, но вот, которые чистой филологии вроде бы так объяснить не удается. Зато удается объяснить с точки зрения гена. Есть горизонтальный перенос. Гризонтальный перенос — это когда фрагмент геном одной бактерии встроился в геном другой бактерии. При этом этот фрагмент, он ничего не знает, есть у него внутри гены, нет у него внутри генов, какие это гены, там, где границы этих генов. Вот, ну, случайно, фрагмент ДНК, вы берете полный геном, случайно, вы зарезаете кусок ДНК, вставаете, смотрите, вставили им, так сказать, пришло ли что-нибудь интересненькое. И вот с этой точки зрения, с точки зрения генов, этим генам очень полезно держаться вместе, потому что, если вы горизонтальным переносом перенесли, один из двух генов, которые друг без друга работать не могут, то он, зачем ему нужен, он не задержится. то есть перенос, скажите, ну, появится клетка, которая произошла, но она на какой-то прибыль, что не полечит, и это, значит, дальше не пойдет. А если вы перенесли горизонтальный перенос в фрагмент, в котором оказались обе гены, то это уже вятная функциональная единица, и бактерия приобретает какое-то новое свойство, которое может оказаться полезным в какой-то ситуации. Поэтому с точки зрения генов эгоистичным поведением является связанным геном держаться вместе, мы это всегда наблюдаем. То есть это как бы вот про первое. Заведомо есть там такие постановки задач, про которые полезно думать с этой точки зрения. Вот я на философские обобщения, пожалуй, не готов, а на технические, значит, про технику я отвечаю. Про альтруизм, это совсем тяжелая история, значит, там действительно Дейкинс, значит, отпихнуться от группового отбора, который он ненавидит, и, значит, придумать. Значит, есть один простой случай эволюции альтруизма, который тоже легко объяснить, лучше объясняется, если вы опускаетесь чуть ниже, чем уровень организма. Это альтруизм одноклепченных. Значит, например, есть такая форма альтруистического поведения бактерий у некоторых, у нас стоит следующее, вот у нас живет колония, потом там начинается голод, у нас кончилась еда. Тогда часть клеток колонии совершают самоубийство, разрушаются, и за счет, так сказать, вот их массы, которая ввышена в среду, оставшиеся клетки получают, значит, необходимую вещественную энергию, чтобы успеть превратиться в споры, и из этого места разлететься. Клетки генетически идентичны. Это колония общ. Как решается, кто самоубьется, а кто останется жить? Это решается на уровне концентрации одного-единственного белка, а дальше эта концентрация запускает вот всю цепочку снизу. А эта концентрация меняется просто хвостически. Там строен какой-то генитарный механизм, которого случайно включают и выключают. Это легко сделать, это такой простой осциллятор. Соответственно, те клетки конкретные, которые в этот момент, концентрация этого белка была, уж не помню, большой или маленькой, неважно, да, вот была, ну, условно, скажем, большой, вот им не повезло. Вот сказали, что все, у кого концентрация больше, там, 10, условно, вот вы все сдохнете, да, на ваших, на, на, так сказать, ненаваньях будут питаться те, кто выживает. А, там, если пришли через день, то все, это были бы шемброги индииды. Теперь, почему это работает? Потому что клетки генетически идентичны, совершенно не важно, кто спасется из колонии, какой конкретный экземпляр. Набор генов, который спасется, будет тот же самый. Но не важно с точки зрения видов, а не самих клеток. А у клеток нет индивидуальности, они тождественные. Там, в вашем организме, там, тысячи клеток умирают, на какой-то, там, эпители слючиваются. С точки зрения конкретной клетки эпители, она, может быть, не хочет слючиваться, да, она хочет, там, по-прежнему, у вас в кишках, значит, жить. Но нет, все, вот, время пришло. Вот, и вот здесь, как раз, вот этот вот роженый спор, про который, то обсуждение, про которое, на самом деле, спросили, да, с точки зрения клетки, это какой-то непонятный альтруизм, а с точки зрения набора генов, это абсолютно рационалистическая вещь. Теперь, что получается, если в этой популяции появляются читеры? Представляете себе, что какая-то клетка так мутировала, что у него уровень этого белка всегда маленький. Казалось бы, она получает превыше, потому что она всегда выживает. Но дальше она выжила, улетела, образовала новую колонию, а эта колония уже целиком состоит из читеров. Значит, наступила голодуха, никто не стал жертвовать собой, значит, никто не превратился в споры, все радостно умерли, значит, все эти читеры не прожили больше одного поколения. Опять, вот эта вещь, которую гораздо лучше объяснять с точки зрения клетки как ансамбля генов, чем вот клетки, обозвающие душой. Ну, на уровне функциональности одноклеточных... Нет, хорошо, это альтруизм, когда сам погибает товарищем ручей, и высшие примеры человеческого героизма психического духа, не умеют обсуждать, не знаю. Вот. Ясности с тех пор не придумывались, это действительно очень хорошая, очень тонкая область. Ну, надо думать, да. Нет, там есть куча чудесных всяких теорий, так сказать. А можно я перефразирую вопрос вашего? Замечательно, совершенно, я его перефразирую. Скажите, пожалуйста, насколько я так понимаю, мы хорошо понимаем, какие гены отвечают за какие-то функциональные вещи, там, за количество пальцев, я не знаю, за... Ну, не то, что хорошо, но... А вот есть ли взаимосвязь между генами и какими-то качествами, которые... Ну, да, да, про эту жизнь не знаю. Сейчас, давайте, я скажу то, что я знаю, я не умею рассуждать, значит, вообще, да, я умею только примеры приводить, а потом можно их обдумывать. Значит, первый пример классический это рецептор дофамина, я его сейчас даже покажу, он у меня тут есть. Сейчас, вот он, да. Значит, вот рецептор дофамина. Значит, рецептор дофамина, это ген, белок, который, значит, ну, воспринимает дофамин, да, ген, который работает в мозгах. Есть несколько вариантов. Есть такая, он вообще вот так вот торчит в мембране, но есть такая петля. И эта петля состоит из нескольких копий одного и того же повтора. И этих копий может быть, как тут написано, от двух до одиннадцати. Но в среднем, значит, есть другой вариант из коротких петлей и вариант из длинных петлей. И они отличаются тем, насколько эффективно они связывают дофамин. Какая доза дофамин, нужна для того, чтобы запустились одна и та же реакция. Значит, дальше есть такой известный факт, что наличие длинной копии, ну, длинных вариантов этого гена хорошо коррелирует с поведением, которое называется поиски нового. Это какой-то новый анти-ситинг, это какой-то стандартный психологический термин. И это определяется совершенно отдельным путем. Это определяется просто путем заполнения каких-то анкет. Да, скречен заполняет анкету длинную, а потом вы установили вот какую-то, значит, мал вот в эту самую поисков нового. А дальше оказывается, что вот эта вот скорость к такому поведению людей с длинным вариантом встречается сейчас не чаще, чем людей с коротким. Да, то есть, вот эти вот баллы по этой анкете, они как распределение сдвинутые. То есть, возьмете две выборки людей с коротким вариантом, людей с длинным, то они бы, конечно, перекрываться, не то, чтобы они совсем различались, но, в принципе, вы можете по поведению сказать, какой у человека был ген. Они бы давным сильно перекрываться, но тем не менее, они бы сдвинуты. Это уже частичный ответ на ваш вопрос, потому что это поведение. А дальше это чудесно, значит, всякие анекдоты про эти самые, вот, например, длинного варианта, да, значит, очень много длинного варианта в среди белого населения Австралии. Значит, если вспомнить детей Капитана Гранта, ну, или там, школьный учебник, да, то Австралию заселяли в основном в каторжнике. Значит, в условиях викторианской Англии поведение, которое называется «поиски моего», с большой вероятностью делая человека на каторгу, да, потому что на самом деле, в том числе и новое можно искать разными способами. Значит, монотонно растет частота этого варианта в Америке среди идеицев севера на юг. Ну, понятно, Америка заселялась через Бирингов-Перешей и на севере, но, соответственно, те популяции, в которых было больше длинных вариантов, соответственно, они были более вздрючные, и они просто ушли дальше. А? Просто бежали дальше. Вот эта карта, это карта миграций нескольких современных популяций в течение последних 30 тысяч лет. Те, у которых можно было, вот, брали такие популяции современных людей, про которых можно сказать, что это была проводина там-то, а они убрели туда-то. Значит, вот это вот, насколько далеко они убрели, а это было длинного варианта в этих популяциях. А третье чудесное совершенно, что это вариант объекта в Китае вообще. Потому что была хорошая традиция, вместе с государственными преступниками, казнили всю семью в каком-то радиусе. С генетической точки зрения, значит, очень бодрая государственная политика. Вот, теперь, если говорить про альтруизм, посмотрите, значит, есть всякие нейромедиаторы, которые определяют именно вот, ну там, хорошая поведение туристическое, да, там, окситоцин, который определяет привязанность матери к ребенку и там половых партнеров друг к другу. Там есть чудесные вот примеры полевок, значит, они образуют прочные пары, а другие, у других не мускуитет, и там можно вот окситоцином, значит, нет, точно, вот, а дальше есть рецепторы окситоцина, и та же самая история, да, понятно, что выносит одной и той же концентрация окситоцина при разной эффективности репрессора делается либо одного поведения либо другого. На самом деле, легко себе представить, что есть гены довольно просто влияющие на поведение, но альтруизм слишком сложная штука, когда мы его не можем разложить на такие простые акты. Вот, поэтому гены альтруизма я, пожалуй, не знаю, но за какой-то это не моя быть могу не знать. Вот, другой вопрос, а вот как альтруизм возникает и закрепляется эволюционно, вот это действительно хорошая тема для обсуждения. С точки зрения доки, запятки, она является абсолютно радикальной, а кто там прав, но надо будет посмотреть. А еще вопрос на уточнение. Вы все больше про одноклеточных, а нам-то интересно скажите, правильно ли я понимаю, что если бы наши народы, населяющие разные части планеты, не стали путешествовать и скрещиваться, то через какое-то количество времени мы бы получили разных несколько видов людей? В общем, да. А вы, смотрите, на как бы был опыт период, чтобы мы снарядно были? смотрите, значит, мы разделились с неандертальцами примерно полмиллиона лет назад. С неандертальцами ушли из Африки в Евразию и тут жили, а наши предки остались в Африке. И, в общем, это, так сказать, более или менее два вида, они антропологически хорошо различаются, но они могли скрещиваться, потому что, когда уже наши непосредственные предки вышли из Африки 50 тысяч лет назад, я нечем про это расскажу немножко, вот, то они с неандертальцами встретились и, так сказать, радостно или менее радостно гипотизовались. И следы этого мы знаем, мы это знаем, потому что мы это просто видим, значит, неандертальские варианты в нашем геноме. Но гипотизовация на гипотизовании, что мальчики от этих потомков были дохлые и, скорее всего, стерильные. то есть, у каждого из нас в прабабушках имеется неандертальско-командерская мулятка. Вот, а, значит, по мужской линии ничего такого нет. То есть, первая пара могла быть любой, но от их потомков, значит, охранялись только девочки, да. То есть, это уже, в общем, признак двух разных видов, скорее. Туда такая слабость, они еще гипотизируются, но потомство уже не очень, не очень хорошее. Ну, это как лошадь-осел, да, вот эти милые. Ну, лошадь-осел, это еще более крайняя ситуация, потому что там и лошаки, и милые, стерильные те и другие. Вот. А там шимпанзе и бонобо, вот эти вот обычные шимпанзе и бонобо, да, тоже считаются разным видом. Только что вышла статья, где я еще не читал, только он он видел, тоже скрещивались. Значит, как-то переплевали речку там, реку Конга и, значит, бегали друг к другу десять тысяч лет назад. А разошлись примерно миллион лет назад. От миллиона до двух. Вот. А было это очень быстро, недобро. Вот эти вот чехли, до которых я показываю, чудесно разные, их на самом деле с посадить в один аквариум, они абсолютно разные виды от по стилю жизни, по внешнему, по всему. Но они настолько недавно разошлись, что если с посадить в один аквариум, они скрестятся, и потомство будет очень похоже на вот речного предка. То есть, она как с породами собак, если вы берете двух четопородных собак, скрещиваете, получаете банальную дворня, очень похожую на волка. Ну, потому что вся специализация уходит, остается вот у Шрибейна, и там Шрибейна близко как раз к консистическому состоянию. Базовая версия остается. Вот, да. Вот. Так что, ну, у меня капитальщик такое образование, которое ведет к полной стерильности, мы поедем какие-то малые миллионы лет. Чуть-чуть не дожили. Ну что, есть ли еще вопросы? Есть ли вопросов нет? Уважаемые друзья, я напоминаю, что фестиваль сегодня только начинается. У нас впереди еще целых три дня, работы. И сегодня, я надеюсь, наш спикер вас увлек своей темой, мы вас ждем в 19 часов в Доме молодежи, и там будет замечательная лекция молекулярная палеонтология, какие истории рассказывают нам гены. Так что, все, что касается генетики, кто от кого произошел и что с этим бывает, все вечер, в 19 часов в Доме молодежи. Будем вас ждать. Фестиваль, кстати, приветствует вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok